Домой по частичкам фасада. В четвёртом строении на улице Октябрьской он разваливается по гускам уже несколько месяцев. Парапет и разрушение. Он до кирпича. То есть и покрасочный, и штукатурный слой. С жалобой на это в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения обратился один из неравнодушных обитателей дома. У нас на четвёртом этаже. Аж в подъезде всё размывало. Приезжали в том году, как бы делали. Но хватило максимум на год. Слуховые окна не закрыты, что может являться также причиной протечки. Вот видите, в каком они состоянии. Также по всей площади крыши, в месте расположения квартиры заявителя, мы видим просветы, что свидетельствует о неплотных прилеганиях листов кровельного материала. Также вот здесь вот можно увидеть просветы в местах крепления этого материала. Щели в кровле разрастаются, обломки старого шифера, бытовой и строительный мусор, горы птичьего помёта копятся на чердаке уже явно не один год. А главное, частички этих залежей с дождями регулярно проникают в квартиры жильцов верхних этажей. Крыша требует текущего ремонта срочного. Значит, по результатам нашего мероприятия без взаимодействия будет составлен акт выездного обследования. И в данном случае будет принято решение о проведении мероприятия контрольно-надзорного взаимодействием с юридическим лицом. Девятый дом в первом проезде Лобачевского – следующая точка визита жилищного инспектора. Отсюда поступила жалоба на систему внешнего водостока. Однако в момент проверки дома заявительницу не застали, а серьёзных проблем на месте не обнаружили. Разрушение отделочных слоёв, то есть это расстрествование асфальтного покрытия от мостки и разрушение покрасочного штукатурного слоя цоколя. В настоящее время перед выпадением снега нецелесообразно делать текущий ремонт цоколя от мостки. В адрес управляющей организации будет выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Обратиться со своими проблемами в министерство ЖКХ может любой житель города. Онлайн через портал госуслуг или в письменной форме.